Мы сегодня говорим немного о мистических и каких-то не особых легендах Красноярска. И я бы хотела продолжить эту тему. Напомню, что чуть ранее у нас в студии, здесь мы уже говорили с представителями Краевого Краеведческого музея, теперь немного такого, знаете, бытовых легенд. Естественно, почти все необъяснимые случаи Красноярска так или иначе связаны именно с исторической частью города. Ну, оно и понятно, там самая старая застройка. Это, конечно же, истории про всевозможных призраков. И вот все они похожи, эти истории. Например, одно из самых первых зданий каменных в Красноярске, вот оно на ваших экранах, усадьба Крутовских, вот в свое время при реставрации дома рабочие не могли там трудиться по ночам. Они жаловались на то, что слышат странные звуки, которые появляются непонятно откуда, какие-то шаги, какие-то разговоры и смех. И в итоге строители отказались работать по ночам. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, рабочие очень удачно при помощи вот этой вот какой-то истории выбили себе все-таки нормированный рабочий день. И многие такие истории про шаги, про полтергейст, они тем и заканчиваются, что люди просто отказываются работать по ночам. Я лично люблю истории не про призраков, например, а вот у меня больше цепляют легенды, знаете, какие? Например, вот есть легенда о том, что военный госпиталь был когда-то связан с городской администрацией. У меня слайды пока остановились. Вот мы давайте следующий посмотрим как раз. И там тот самый военный госпиталь. Выглядел он раньше вот так, а на следующем слайде мы уже увидим, как он сейчас выглядит. Так вот, говорят, что он был связан подземным тоннелем с городской администрацией и даже шел дальше еще, к архиерейскому дому. Мы его сейчас сможем увидеть на своих экранах на следующем фото. Все потому, что на месте администрации нашего города стоял вот этот храм, который вы видите на своих экранах. Это был очень большой храм, и в нем служило, естественно, очень много разных тех самых попов, дьячков и всех остальных. А вот военный госпиталь был зданием духовной семинарии, именно поэтому они и были связаны тоннелем. Ну и архиерейский дом сюда тоже по логике подходит, чтобы в большие праздники можно было не толкаться со всем народом на улице, а раз и пробежать. Вот он, кстати, архиерейский дом. Сейчас перед ним есть памятник Луке. Так вот, рассказывают об этом подземном ходе стали примерно в середине прошлого века люди, которые якобы эти подземные ходы замуровывали. Также есть информация, что и от органного зала, давайте напомню, как он выглядит, вдруг забыли, так вот, что от него есть, и когда-то был этот храм у нас, помните, именно храмом католическим, и шли подземные ходы не только в здание, которое рядышком вы видите, и которое сейчас является музыкальной школой, но также, что были глубоко под землей тоннели аж до самого центра города. Ну и любопытно, что при строительстве метро, например, какие-то из этих ходов могли бы, наверное, найти, и тогда можно было бы заморозить стройку, смотрите, по какой причине, что должны сначала историки провести исследования, ну, или также сослаться на духов и на худой конец что-то такое придумать с полтергейстом. Но то ли ходы эти вымысел, то ли красноярское метро, это что-то такое, знаете, очередная эзотерическая история, не хуже ведунов. Денег много туда вбухивают, ничего не происходит, но все в это верят. Мы с вами продолжаем. Для утра возьмем все-таки какие-то легенды без призраков. По одной из версий, например, в Красноярске есть место, обладающее сильнейшей позитивной энергетикой. И где это? Да, это караульная гора. Когда-то, по легенде, свет от караульной горы спас человека. По сохранившейся истории, красноярский купец Новиков возвращался по Енисею на лодке с товаром. Лодка перевернулась, и вот в темноте купец просто перестал ориентироваться. Начал тонуть, взмолился, вот Бога просил, чтобы тот ему помог спастись. Обещал, что построит часовню за это. Ну и вот в какой-то момент он увидел столб света с караульной горы, честно исполнил, он выплыл тогда. И честно, в 1805 году исполнил, действительно построил первую деревянную часовню именно на этом месте. Ну и говорят, что красноярцы до сих пор замечают, как над городом, именно над горой стоит столб света. Немножко вот я забыла говорить, что мы продолжаем наши картинки смотреть, поэтому постараемся их как-то очень быстро пролистать, вспомнив про это, и перейдем к следующей истории. Она самая сказочная, самая необычная легенда, связана уже не с красноярском, а с краем в целом. Так вот, вы наверняка слышали об Атлантиде и Шамбале, о тех самых затерянных странах со сверхразвитыми цивилизациями. Однако была еще одна страна, легендарная подземная страна Агарти. В некоторых источниках она еще писалась Агарта или Асгарта. Сейчас мы будем смотреть картинки скорее вымышленные, это у нас все еще с караульной горы фото, но есть у меня дальше картиночки, на которых мы попытаемся предположить, как она могла выглядеть, эта подземная страна. Так вот, эту совершенную цивилизацию, существующую без насилия и войн, кто только не искал. Это и правители, и священники, и туристы, и историки искали в Индии, в Монголии, а нашли, как будто бы у нас, и где бы вы думали, на хребте Ергаки. Проанализировав древние рукописи, координаты подземной страны, географические названия, польский ученый один вот, собственно, и предположил, что именно там находится в Ергаках эта самая страна. Во всяком случае, он написал, что видел даже вход в эту страну, а он открыт только самым-самым достойным. Так что где-то в Ергаках можно, оказывается, вот попасть в необычную страну. Хотя, если верить тем же буддистам, Шамбала, это же что-то внутри тебя, что-то про энергию внутри, про силу внутри. Скорее всего, Агарти также это про открытие сил в себе. Ну, лишний раз в Ергаках съездить тоже не помешает. О чем мы говорим? Спасибо большое за такой экскурс.